Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Алексей Венедиктов провел мастер-класс для студентов КФУ. В КФУ стартовал первый международный форум по проблемам глобальной безопасности. О лауреатах Нобелевской премии по физике. Российский журналист, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов встретился с ректором Ильшатом Гафуровым и студентами КФУ. О самых интересных моментах встречи смотрите в сюжете нашего корреспондента Анны Глазуновой. Российский журналист, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетил Казанский федеральный университет. Встречу провел ректор КФУ Ульшат Гафуров. Алексея Венедиктова познакомили с историей вуза и современными возможностями инфраструктуры. Обсуждались также основные тренды развития медиаотрасли и вклад в этот процесс Казанского университета. А после прошла встреча со студентами в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Напомним, что в мае 2017 года Алексей Венедиктов уже общался со студентами КФУ. Вообще мне всегда импонируют студенты, потому что они более широки, чем коллеги, которые хотят из меня получить информацию. А студенты хотят получить понимание. И я всегда сторонник понимания, а не информации. Эхо Казани исполнилось 15 лет. Именно это послужило поводом приезда в столицу Татарстана, отметил Алексей Венедиктов. На днях он встретился с президентом Татарстана Рустамом Минихановым и мэром Казани Ильсуром Медшином. Планируется также встреча с первым президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым. Алексей Венедиктов отмечает, что формат этих встреч не интервью, а просто беседа. Я не делаю никакой материал о Татарстане. Я не делаю никакой специальный материал, ну кроме интервью Медшину. Если бы там президент или Бабай сказали бы, давай сделай интервью, у меня всегда с собой микрофон. Вот он всегда. В любую секунду, если человек захочет, я достаю, и тогда мы понимаем, что это открытая история. Затронута была тема обесценивания информации в цифровую эпоху. На сегодняшний день у каждого человека есть аккаунты в социальных сетях, где он делится информацией. Сегодня погода у нас в городе такая-то. Вы что делаете? Вы исполняете мою журналистскую работу. Вы сообщаете своим подписчикам, что когда я еду в Казань, мне надо взять плащ. Когда вы пишете свое мнение или посылаете картинку в Инстаграме, вы таким образом занимаетесь прото-журналистской работой. Алексей Венедиктов уделил внимание тому, что в связи с этим появляется большое число неточной и несвоевременной информации. Поэтому так повышается важность именно мнения публициста. То есть люди потребляют мнение больше, чем новости. Почему? Потому что в новости много источников. Мнение не эксперта, а публициста, ярко выраженное, какого-нибудь Невзоров какой-нибудь. Это, конечно, фантастическая история. Люди приходят на него, люди приходят на опинин. Им важно мнение. Алексей Венедиктов поделился с журналистами, каким образом он формирует свое мнение. Необходимо его конструировать на основе встреч и разговоров с другими людьми. Учиться делать выводы и продавать их потребителям. До присоединения Крыма я сказал, Крым будет взят. Меня посмеяли все. В России, в Украине. А я встречаюсь с разными людьми, принимающими решения. Чувствую общественное мнение, я сказал, что, скорее всего, все это кончится восстанием в Крыму и присоединением его к России. Слушатели поинтересовались, как Алексей Венедиктов отреагировал на пародию, которую сняли на него Камеди Клаб. Если тебе отбивки для твоих программ пишут шнур, если у тебя интервью берет дуть, если тебя показывают Камеди Клаб, жизнь удалась. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюс. С 10 по 15 октября в КФУ будет проходить форум, приуроченный к 110-летнему юбилею со дня рождения Андрея Громыка. Об открытии форума наш следующий сюжет. На базе Института международных отношений Казанского федерального университета состоялось открытие первых чтений имени Андрея Громыка. Форума, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел СССР. Мы очень благодарны нашим коллегам, которые сегодня находятся у нас в гостях, за то, что нашли возможность, и вот эту первую конференцию, форум проводится в стенах именно нашего Казанского университета. И, вы знаете, мы готовы представлять нашу площадку для проведения и последующих аналогичных форумов, конференций, посвященных Андрею Громыка и советской дипломатии. В рамках форума состоятся дискуссии в формате трех экспертных панелей. На его площадке пройдет множество интереснейших встреч. Студентам будет представлена возможность познакомиться со специалистами из Института США и Канады, Института Европы, Института Латинской Америки, Российской Академии Наук и другими. Начинать правильно важнее всего, потому что с первой встречи мы закладываем традицию. Я думаю, что первые чтения имени Громыка должны заложить основу для того, чтобы они проходили на регулярной основе, чтобы на регулярной основе они проходили в стенах этого университета, но также и в других региональных университетах России, а также за рубежом. Кроме того, на площадке форума пройдет международная экспертная сессия Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Громыка, приуроченная к пятилетию Евразийского экономического союза. В ходе нее состоится подписание соглашения между КФУ и Ассоциацией. Наблюдая за современным состоянием ядерной политики ведущих держав мира, мы можем осознать величайший вклад Андрея Громыка в сохранение мира. Валерия Муратова, Тимур Табаров, Универньюс. В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. В этом году ее присудили за исследование космоса. Более подробно смотрите далее. В Швеции присудили Нобелевскую премию по физике. В этом году она досталась трем ученым за два разных открытия, которые дали огромный толчок в изучении Вселенной. Первая половинка премии присуждена американскому астрофизику Джеймсу Пибблсу, а вторая половинка швейцарским астрофизикам Мишелю Майору и Дидье Квилло. Причем американский астрофизик получил ее за свои пионерские исследования в области космологии, а швейцарские ученые за открытие первой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. Нобелевский комитет отметил многолетнюю работу Джеймса Пибблса по созданию теоретической базы, на которой основывается современное понимание истории Вселенной, начиная с Большого Взрыва и до наших дней. Джеймс Пибблс, он таким образом получил свою премию не за одно какое-то открытие и не за единовременно события, а где-то в 80-е, 90-е годы он был как бы законодателем МОД в этом направлении. Конечно, он делал работу вместе со своими соавторами, но, как бы мы сказали, сейчас он был во многих статьях первым автором и он был научным лидером. Поэтому премия заслуженно была присуждена ему за его пионерские работы. В свою очередь два швейцарских астрофизика Мишель Майор и Дидье Келло также были удостоены высокой награды за научные изыскания в области экзопланет. Именно они в октябре 1995 года смогли первыми обнаружить планету на орбите солнцеподобной звезды номер 51 созвездия Пегаса. И Мишель Майор и Дидье Келло не остановились на этом одном открытии. То есть в течение 20 лет они продолжали активную работу. Еще несколько десятков планет около других звезд они этим методом открыли и тоже были как бы законодательные МОД в этом направлении. То есть им тоже эта премия присуждена вот не просто там заодно какое-то... Конечно, она формировка, что за открытие, но на самом деле они тоже были законодательными МОД, активно в этой области работают. Это известные ученые, мы их всех хорошо знаем. Награда будет традиционно вручена 10 декабря в День памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля. Лилия Талипуа, Виолетта Басова, Универньюс. В КФУ прошла 12-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Подробности смотрите далее. В Казанском федеральном университете прошла 12-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Конференция посвящена 70-летию со дней образования Китайской Народной Республики и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Китай и его изучение являются приоритетным и очень важным направлением Республики Татарстан. Сотрудничество между Китаем и Россией между регионом Китая и Татарстаном укрепляется и расширяется с каждым годом. Именно поэтому в Казанском университете проявляются новые образовательные программы по китайскому языку и истории, экономике, политике Китайской Народной Республики. А желающих поступить на эти институты направления подготовки все больше и больше. На конференции обсудили актуальные проблемы развития и взаимодействия России и Китая в социально-экономической, политической, научно-образовательной и культурной сферах. Данная конференция проходит ежегодно, объединяя исследователей в сфере гуманитарных наук России и Китая, а также представителей Великобритании, США, Израиля, Германии, Черногории и Казахстана. Пельвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok